Перегрузки и крутые повороты Ерофею нипочем. Чтобы проверить багги в полевых условиях, спецмашину разгоняют до 120 км в час. Легкий тактический вездеход не напрягаясь преодолевает бордюры и форсирует лужи. Эмоций много. Вот сейчас на адреналине еще вышел, потому что старались машину эксплуатировать по полной и в отсечку давать хорошо, и в углы заходить на серьезной скорости. Видим, что машина заходит в занос. Занос при этом можно сохранять управляемым. Вездеход испытывали три пилота с разным опытом вождения. Спецмашина показала высокие ходовые характеристики на пересеченной местности. Она легка в управлении и обслуживании. Заменить детали можно прямо в поле с помощью нескольких гаечных ключей. Подвеска, сделанная на заказ, отрабатывает неровности на ура, собственно, как и должна отрабатывать. Любые кочки, любые неровности, кирпичи, перепады высоты до расстояния сантиметров 20, наверное, даже отрабатывает. Будь здоров. Машина ведет все очень хорошо. Грязи много, правда, летит в лицо. Но ничего, это решаемо. В следующих моделях багги производитель установит дополнительную защиту двигателя от грязи и грунта. С начала года уже восемь вездеходов «Ерофей» отправились в зону проведения СВО. До конца 2023-го, по заказу правительства Хабаровского края, произведут еще порядка 20 спецмашин. Серийное производство тактических вездеходов планируют запустить в 2024 году. Для этого сейчас строится производственный цех площадью в 1500 квадратных метров. Конвейерный способ сборки ускорит и удешевит выпуск спецмашин, позволит оборудовать их под нужды заказчика. Дмитрий Павленко, Наталья Чернышева. Смотри Хабаровск.